Мам, жаркость моя, белая береза лета, для меня сына, я рус, для трубиться, но за меня. Такими народными мотивами в техническом вузе приветствуют участников Олимпиады по русскому языку, как иностранному «Мы говорим по-русски», посвященной 30-летию создания факультета международного образования и кафедры русский язык и общеобразовательной дисциплины. В этом году проекту исполняется уже 10 лет. Изменения, конечно, произошли за эти годы, потому что изначально проект затрагивал только интерес студентов, которые изучают русский язык в университетах России. Но постепенно мы пришли к тому, что в проект вовлечены иностранные школьники, которые изучают русский язык в своих родных странах. Традиционно Олимпиада проходит сразу в двух форматах – очном и дистанционном. География обширна. Иностранные студенты представляют как зарубежные, так и российские университеты. Всего более 500 заявок. В Тамбовском техническом вузе ребята с удовольствием принимают участие в таком конкурсе. Я недавно в Россию приехал. Назаду 5 месяцев. Я сейчас изучаю русский язык. Мне очень нравится язык этот, потому что другой язык и несложно. И так люди русские тоже очень красивые, и они тоже хорошие и добрые. Точно. Мне очень нравится здесь жить. Сложные для кого, который не общается ни с кем, а который общается с людьми, с русским народом. Он вообще вот легко. Практика, просто практика. И у нас в университете научили очень хорошо грамматику. И все. Потом сам собой и у меня в группе только русские студенты, и я сам иностранный. И это мне очень помогло. Для участников подготовлено несколько заданий на самые разные темы. Все они имеют творческую составляющую. Сделано это для того, чтобы помочь студентам, которые изучают русский язык как иностранный, показать себя и раскрыть свой потенциал. Например, конкурс чтецов. Здесь мы будем оценивать и правильность произношения, дикцию, артистизм и так далее. Есть номинация презентации на тему «Моя родная страна». Здесь студенты готовят проект, который они представляют во время выступления. И, конечно, оцениваются как знания русского языка, так и креативный подход. По каждой номинации разработана своя система оценки. В этой Олимпиаде главное, конечно же, участие. Задача организаторов – сформировать у студентов мотивацию к изучению русского языка. Олеся Павлова, Николай Иванов, Рамазан Уружмагомедов, Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова